В этом видео мы будем говорить о Transmission Control Protocol или TCP. Если вы не видели видео о интернет протоколе или IP, то вы должны посмотреть его до того, как просматривать это видео, потому что они взаимосвязаны. Итак, с помощью интернет протокола или IP производится передача информации через интернет от отправляющего компьютера к принимающему компьютеру. Что же такое TCP? Итак, взаимодействие между компьютерами не заканчивается после завершения передачи информации от одного компьютера к другому. Нам известно, что наши программы и компьютер одновременно выполняют большое количество операций. Если вам нужно получить пакет или информацию от какой-то программы или компьютера, то вам нужно иметь больше информации об отправляющем и принимающем компьютере, чтобы потом без потерь отправлять информацию от точки A к точке B. Таким образом, TCP можно рассматривать как стабильное соединение между программами или сервисами одного компьютера с другим. В данном случае вам очень важно одновременно знать, куда будет направлен пакет и каким образом он будет использоваться. Поэтому, когда вспоминается протокол управления передачей данных TCP, то он часто используется в контексте с протоколом IP. И эта связка протоколов имеет вид TCP-IP. Эти два протокола настолько взаимосвязаны, что их в основном рассматривают как единое целое. Но это два отдельных протокола, которые делают две разные вещи. Опять же, протокол IP предназначен для соединения одного компьютера с другим. А протокол TCP отвечает за корректную работу программ или корректную работу сервиса на компьютере. Итак, протокол IP не гарантирует надежной доставки данных. Итак, к IP-адресу компьютера присоединяется номер порта. А номер порта конкретизирует, с чем мы связываемся. То ли с определенной службой, утилитой или программой другого компьютера. Если у нас есть IP-адрес и номер порта, то мы можем определить, какой уникальный сервис запущен на соседнем компьютере. Протоколы TCP и IP часто взаимосвязаны, потому что сам по себе номер порта не несет никакой существенной информации о компьютере, с которым мы должны соединиться. Например, какой именно компьютер использует указанный нами порт. Итак, протокол TCP гарантирует доставку данных. С помощью него определяется специфический номер порта для отправки и получения данных, количество пакетов данных, размер каждого пакета данных и IP-адрес обоих компьютеров. Также протокол TCP контролирует передачу и прием пакетов данных, даже если он происходит не в установленном порядке. Такое может произойти, если происходит разрыв основного IP-соединения, и отдельные пакеты приходят через другие IP-соединения. Некоторые протоколы соединения используют определенные номера портов, и они стандартизированы для всех производителей компьютеров. Протокол FTP или File Transfer Protocol используется для передачи различных файлов от одного компьютера к другому с помощью порта номер 21. Протокол SMTP или E-mail использует порт 25. Протокол DNS или Domain Name System, о котором мы говорили в видео Internet Primer, использует порт 53. Протокол HTTP предназначен для веб-браузеров и использует порт 80, а протокол HTTPS предназначен для защищенных веб-соединений и он использует порт 443. Как же работает протокол TCP IP? Как же эти два протокола между собой взаимодействуют? Когда программа собирается отправить данные, протокол TCP помогает разбить их на пакеты и передает эти пакеты с помощью сетевого программного обеспечения. Таким образом TCP берет пакеты данных и присоединяет к ним информацию, в которой указано по какому порту и в каком порядке будут переданы эти пакеты данных. То есть в определенный момент будет передаваться первый пакет данных из 10 пакетов, потом второй из 10, потом и третий и так далее. Протокол IP получает те пакеты данных, к которым была присоединена вся информация из протокола TCP. И ко всему этому еще присоединяется информация, куда эти пакеты должны быть отправлены. Это можно назвать IP-слой пакета данных. Это чем-то похоже на матрешку. Сердцевина матрешки с нашими данными находится внутри протокола TCP. Протокол TCP внутри себя имеет информацию о подразбитии данных на пакеты и номер порта для отправки этих данных. Матрешка протокола TCP находится внутри протокола IP. Матрешка протокола IP внутри себя содержит информацию, к какому IP-адресу компьютера будут направлены эти данные. Таким образом, эта вся большая матрешка с нашими данными и со всеми меньшими матрешками внутри отправляется из точки A в точку B. Потом компьютер или устройство, которое получило эти данные матрешку, смотрит на самую большую матрешку, где находится информация про IP-адрес. Далее открывает ее и находит внутри матрешку поменьше, с информацией протокола TCP. С помощью протокола TCP мы узнаем, через какой порт X или Y передаются данные. И что это восьмой пакет из пятнадцати. Как понимаете, это полезно знать. И, наконец, мы достаем самую маленькую матрешку, внутри которой находится восьмой пакет данных из пятнадцати, отправленный на текущий компьютер. Также протокол TCP размещает файлы в определенном порядке, и только тогда, когда будут получены все данные, TCP проинформирует компьютер-получателя, что все данные приняты. Наглядно весь этот процесс выглядит вот таким образом. Представьте, что мы направили электронное письмо от сендер или отправителя к ресиверу или получателю. Это небольшое письмо было разбито на четыре пакета с именами A, B, C и D. Итак, что же произойдет, когда мы отправим первый пакет? Мы берем кусок данных, а именно пакет, который имеет название A, и присоединяем к нему данные TCP протокола. В данном случае электронное письмо будет отправлено по двадцать пятому порту. Все наши данные разделены на четыре пакета, и сейчас отправляется первый из них. Таким образом, к нашему TCP протоколу присоединяется информация, что через порт 25 направляется первый пакет данных из четырех. Теперь вся эта информация объединена вместе. И нам осталось узнать, куда направляются эти данные. К какому компьютеру или какой IP-адрес должен получить этот пакет данных. И здесь нам нужна информация с IP протокола. С помощью этой информации мы будем знать, на какой компьютер отправлен пакет данных, а также к какому компьютеру сообщить, если возникла ошибка при передаче этого пакета. Протокол IP содержит всю эту информацию. Теперь вся информация объединена вместе, внутри одного пакета, и она отправляется через IP. Таким образом, используя IP, происходит маршрутизация через сеть, и принимающая сторона получает все отправленные данные. Давайте я наглядно покажу, как происходит передача данных. Сначала сопоставляются адреса, указанные в IP протоколах. Если IP-адреса совпадают, то мы переходим к анализу протокола TCP. Протокол TCP находится на уровень ниже. Далее указано, что для получения данных будет использоваться порт 25, и в данный момент происходит получение первого пакета данных из четырех. Итак, теперь переходим к непосредственному получению отправленных данных, которые сохраняются на нашем диске. Так как это интернет протокол, то не обязательно, чтобы следующим передавался второй пакет данных. Таким образом, мы отправляем пакет под номером 3 или пакет C, и он пришел быстрее, чем второй пакет из-за другой скорости трафика в сети. Итак, я не собираюсь опять идти по схеме построения этого пакета, но компьютер сопоставляет IP-адреса, проверяет данные TCP протокола, после чего данные записываются на диск. И, наконец, мы получаем четвертый пакет данных. Допустим, на этом передача данных прервалась. Что произойдет дальше? Протокол IP больше ничего не сделает, но протокол TCP произведет проверку всех отправленных и полученных пакетов данных. Он проверит, что был передан первый пакет из четырех, третий пакет из четырех и четвертый пакет из четырех. И на этом все. Таким образом, где-то произошла ошибка. Помните, протокол TCP гарантирует доставку, и я знаю, что второй пакет где-то потерялся. И теперь протокол TCP отправляет запрос в обратном направлении, к IP-адресу отправителя на получение пропущенного пакета данных. Конечно, этот запрос может происходить бесконечно, если при передаче происходит ошибка. Но протокол TCP понимает, что он потерял пакет данных, после чего он отправляет назад эту информацию обратно отправителю или устройству сендер. К счастью, IP-отправителя вложен в протокол IP. Это как обратный адрес на конверте. То есть протокол TCP говорит, я потерял второй пакет, можно ли заново его переслать получателю. Когда отправитель или сендер получает эту информацию, ему больше не нужно отправлять все пакеты. Он только должен отправить потерянный пакет данных, а именно пакет номер 2. Получив потерянный пакет, протокол TCP говорит, теперь я получил все четыре пакета данных, на которые было подразбито это письмо. Теперь я могу собрать все эти блоки данных вместе и указать, что они были получены через порт 25, который интерпретируется компьютером как ящик электронной почты. Итак, я показал вам наглядный пример отправки электронного письма от отправителя к получателю через протокол TCP IP. Итак, как я говорил ранее, если где-то может произойти ошибка, то протокол TCP гарантирует доставку данных. То есть протокол TCP делает запрос на повторную отправку потерянных пакетов, чтобы восстановить все сообщение. И как только он восстановит сообщение от всех полученных пакетов, он может организовать их перемещением в соответствующую папку. Итак, протокол TCP гарантирует доставку данных получателю. Запомните, что эти два протокола TCP и IP настолько взаимосвязаны, что их чаще всего рассматривают как единое целое. В этом курсе мы в отдельных видео рассматривали работу протоколов TCP и IP, но они настолько взаимосвязаны, что обычно вы будете использовать их вместе. Меня зовут Даг Ллойд и это курс CS50. Субтитры сделал DimaTorzok